Отголоски экстремизма водитель грузовика пытался подорвать взрывчатку рядом с военной колонной его действия квалифицированы по части 3 статьи 339 кем оказался правонарушитель за правое дело стой смело в могилёве наградили подростка который задержал педофила я занимаюсь спортом состою в отряде молодежной дружины как чествовали героя на одни и те же грабли две жительницы областного центра отдали мошенникам свыше десяти тысяч долларов лица выполняющие роли курьеров наравне с другими участниками преступных схем отвечает по закону что грозит посыльному это сирена громкие чп за неделю и страшная правда из жизни города мы уложимся ровно в 10 минут засекайте на грани маразма водитель грузовика пытался подорвать взрывчатку рядом с военной колонной близи деревни ясень бобруйского района 50-летний минчанин совершил подрыв неустановленного устройства которое он изготовил самостоятельно из пиротехники водитель большегруза попытался скрыться однако во время преследования его автомобиль был блокирован военнослужащими мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности и неоднократно к административной в настоящее время его действия квалифицированы по части 3 статьи 339 это особо злостное хулиганство рассматривается вопрос о применении фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу водитель грузовика оказался активным пользователем радикальных интернет ресурсов его мобильный телефон пестрит подписками на экстремистские каналы а салон автомобиля обклеен запрещенной символикой окончательная правовая оценка действия мужчины будет дана по результатам расследования увлечение с риском для жизни могилевской области погиб 29-летний мужчина пытался проверить исправность дельтаплана чп случилось в агрогородке вейнам несколько лет назад изобретатель купил летающий аппарат и не раз поднимался на нем воздух сейчас же решил усовершенствовать модель однако во время эксплуатации техника сломалась 11 мая находясь в гараже и проверяя рабочее состояние техники он потянул за рычаг и запустил двигатель лопасти которые находились в сложенном горизонтальном состоянии начали вращаться и причинили мужчине телесное повреждение несовместимое с жизнью следственный комитет проводит проверку назначена судебно-медицинская экспертиза по горячим следам правоохранители задержали курьера телефонных мошенников милицию обратились две пожилые жительницы могилева которые передали злоумышленником более 10 тысяч долларов якобы за спасение своих внучек от уголовной ответственности за аварию через несколько часов сыщики установили личность и задержали курьера им оказался 22-летний минчанин деньги потерпевшим вернули напоминаем лица выполняющие роли курьеров наравне с другими участниками преступных схем отвечает по закону а также несут обязанность по возмещению материального ущерба причиненного потерпевшим фигурант пояснил что нашел подработку в телеграм-канале и успел выполнить только одно задание возбуждено уголовное дело один дома на пожаре в бобруйске пострадал ребенок чп случилось на ковзанов понедельник днем в квартире находился 13-летний мальчик который делал подделку и обжигал ее спичками тушил их и выбрасывал когда ребенок обнаружил что на кухне горит мусорное ведро не растерялся вышел в коридор и позвал на помощь соседей которые и вызвали мчс в результате пожара ребенка госпитализировали в учреждении здравоохранения с предварительным диагнозом отравления продуктами горения предварительной причиной такого пожара стала детская шалость спички детям не игрушка чтобы уберечь своего ребенка от трагедии достаточно не оставлять его без присмотра ведь даже безобидные шалости порой могут привести к непоправимым последствиям стране с начала года произошло свыше 2200 пожаров погибло 237 человек в том числе один ребенок это еще не вступила в свои права в области уже участили случай гибели людей на воде только за неделю утонули 4 человека в березине в бобруйске в конце апреля обнаружены тела парня который ушел из дома еще в январе нынешнего года в грузском районе в карьере также найден мужчина самый странный инцидент произошел в областном центре 1 мая в закопанный в землю 200 литровой бочки захлебнулась пожилая женщина у нас начался дачный сезон хотелось бы обратиться к владельцам огородов на дачных участках емкости которые мы используем для полива огородов должны быть ограждены и недоступны для контакта с малолетними детьми огорожены забором либо в помещении убраны либо накрыты накрыты крышками которые невозможно сдвинуть малолетнему ребенку в этом году в стране утонули свыше ста человек в могилевской области 14 жертв водной стихии 4 приходится на бобруйск а свод призывает соблюдать меры безопасности при нахождении у рек особенно сейчас когда резко упал уровень воды и берега скользкие по заслугам и честью могилеве наградили подростка который задержал педофила инцидент произошел в белынечах 16-летний иван чучвага по дороге в школу заметил в переулке плачущую девочку рядом стоял мужчина когда парень спросил все ли в порядке тот бросился бежать 11 классник догнал его повалил на землю и попросил прохожих вызвать милицию наряд прибыл в считанные минуты и арестовал подозреваемого им оказался 40-летний неоднократно судимый местный житель фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы после школы я хочу связать свою жизнь с милицией для этого я занимаюсь спортом состою в отряде молодежной дружины и школьном патриотическом объединении за бдительность активную гражданскую позицию и проявленную смелость подросток награжден благодарностью и ценным подарком от увд могилевского обл исполкома это была сирена но больше новостей ищите на нашем канале в ютюбе и соцсетях и кристина рианс увидимся через неделю